Одни предпочитают жить уединенно рядом с природой, другие не представляют себя без суеты шумного мегаполиса. В этом выпуске мы отправимся с вами в супер города нашей планеты и посмотрим, что же из себя представляет десятка самых больших городов мира по площади. Стоит отметить, что первая тройка находится в Китае, а номером один является Чунцин, 8243 квадратных километра. Это крупнейший промышленный город в мире, в центральной части Китая. Его население составляет 33 миллиона человек. Состоит он не только из городской части, но и включает в себя много природных сельских зон и деревень. Благодаря холмистой поверхности город выглядит многоуровнево. Помимо небоскребов, дорог и мостов, которыми славится Чунцин, внимание туристов привлекает метро, имеющее футуристический вид. Некоторые его ветки проходят над землей и даже сквозь жилой дом. И как бывает с крупными городами, Чунцин не претендует на звание чистого города. Здесь расположены сотни заводов, в том числе химических, и это вызывает серьезные экологические проблемы. Город возник более 3000 лет назад и сохранил некоторые исторические памятники. Например, скальные скульптуры древнего монастыря Лохань, начала 11 века. Но последнее десятилетие урбанизированная зона застраивается бешеными темпами. И можно предположить, что город продолжает расти. И пока мы не перешли к следующему городу нашего списка, не забудьте поставить лайк данному видео. И обязательно напишите в комментарии, что вы думаете об этой урбанизации. Где же все-таки лучше жить, в маленьком городе или в крупном? Ханчжоу, Китай. 16847 квадратных километров. Ханчжоу, одна из древних столиц Китая и современный культурный центр. Известный прекрасными храмами, садами, уникальным стилем архитектуры, чайными церемониями. В Китае говорят, что если есть рай на земле, то он в Ханчжоу. А в России говорят, что если есть на свете рай, то это Краснодарский край. Кстати, в описании к данному видео вы найдете ссылочки на видео о достопримечательностях Краснодарского края. И не забудьте подписываться, чтобы не пропустить все самое интересное. Но теперь обратно в Ханчжоу. Город считается столицей цифровых технологий и современным культурным центром. Рассвет Ханчжоу начался в 7 веке. До нашего времени сохранилось много исторических построек 9-10 веков. Все туристические маршруты так или иначе связаны с озером Сиху. Это как раз то самое озеро, которое входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Ханчжоу можно увидеть знаменитый мост через залив Ханчжоу-Вань. Самый длинный трансокеанский мост в мире. Третий в списке самых больших городов мира. Пекин. Также Китай. 16808 квадратных километров. Пекин, он же Бейджин, входит в состав четырех древних столиц Китая. Сейчас это политический, образовательный и культурный центр. Один из крупнейших в мире мегаполисов. Многие исторические достопримечательности отлично сохранились и находятся в списке ЮНЕСКО. К числу уникальных архитектурных ценностей относится самый большой дворцовый комплекс в мире, построенный в 15 веке. Если вдруг вы собрались в Китай, вы должны знать самые туристические маршруты. Это, конечно же, Великая Китайская Стена. Гугун. Или Запретный Город. Это место, где жили императоры. Самая большая площадь мира до 20 века. Таньяньмэнь. Летний императорский дворец. Императорский парк Ихэйюань. Население же Пекина более 21 миллиона человек. И, конечно же, оно страдает от загрязненного воздуха. Основные причины тому – промышленные предприятия, использование угля вместо газа и автомобили на дизельном топливе. Пекин – это крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны. Из Китая отправляемся в Австралию, город Брисбен, площадью 15 826 квадратных километров. Брисбен – столица штата Квинсленд и один из самых подходящих для жизни населенных пунктов Австралии. Расположен на востоке страны, на берегу реки Брисбен. Население города – около 2 миллионов человек. Город славится шикарными парками, ботаническим садом, широкими улицами, интересной архитектурой, множеством музеев и зеленых зон. Здесь легко дышится и тепло круглый год. Можно посетить настоящие австралийские джунгли в парке Ламингтон. И на острове Фрейзер, входящем в список природного наследия ЮНЕСКО. В Брисбене находится огромный международный аэропорт мирового класса. Морской порт, развита автомобильная и железнодорожная транспортная сеть. Эль-Айн – объединенные Арабские Эмираты, 15100 квадратных километров. Это четвертый по численности город в Арабских Эмиратах. На его территории проживает около 400 тысяч человек. В основном это местные арабы. Эль-Айн – самый зеленый город в Эмиратах. Стоит подняться на гору Джебил-Хафит, откуда откроется панорамный вид на город и на соседнее государство Оман. Здесь есть международные аэропорты, три крупных торговых центра. Еще можно искупаться в горячих минеральных источниках, посетить зоопарк и бывшую резиденцию семьи Аль-Нахайян, правителей Абу-Даби. Уникальные природные достопримечательности соседствуют с архитектурными шедеврами. В райском саду Аль-Айна круглый год цветут более 10 миллионов цветов. Единственный недостаток города – он не омывается ни Аманским, ни Персидским заливом. И снова в Китай. Чинду. 14378 квадратных километров. Чинду – столица провинции Сычуан на юго-западе Китая. Имеет древнюю историю, которая насчитывает 2600 лет. За это время он неоднократно имел столичный статус. Сегодня это один из самых популярных туристических городов Китая. Крупный центр торговли, экономики, науки, транспорта и связи. Численность населения составляет 16 миллионов человек. Здесь производят промышленное оборудование, продукты питания, медикаменты и вычислительную технику. Самое первое, чем популярен и известен Чинду в мире – это центр изучения и разведения больших панд. Если вы не любите большие города, а любите хорошеньких и миленьких пандочек, быстренько ставим лайк этому видео. Город считается одним из экономических центров Китая. В нем расположены штаб-квартиры многих IT-компаний, таких как Cisco, Intel, Nokia, Motorola и так далее. И именно в этом городе расположена одна из крупнейших в стране авиационно-космических производств – Чингду Aircraft Industry Corporation. Сычуанская кухня – одна из самых популярных в стране и в мире. ЮНЕСКО присвоила городу звание кулинарной столицы мира. Номер 7. Сидней, Австралия. 12368 квадратных километров. Сидней – крупнейший город Австралии и столица штата Новый Южный Уэльс. Его визитная карточка – здание Сиднейской оперы, Дарлинг-Харбор и Круговая пристань. Самые оживленные прибрежные районы – Сиднея. Именно там находится арочный мост Харбор-Бридж и Королевский ботанический сад. С открытой смотровой площадки Skywalk на Сиднейской башне открывается панорамный вид на город и его окрестности. Сидней – это финансовый и деловой центр страны. Здесь сконцентрирована основная часть промышленных предприятий штата. Это огромный мегаполис с населением около 5 миллионов человек. Более половины жителей – иммигранты. В городе великолепный климат, множество культурных, исторических и природных достопримечательностей. Обыденным общественным транспортом Сиднея являются пассажирские паромы. Развита сеть скоростных автодорог. От Сиднейского вокзала каждые 15 минут отходят поезда. А Сиднейский аэропорт – один из самых загруженных в мире. В городе более сотни потрясающих пляжей. Выбрать место для отдыха можно в спокойной, закрытой бухте или на оживленном участке для серфинга или дайвинга. Тяньцзинь, Китай. 11 760 квадратных километров. Тяньцзинь – это крупный портовый город на северо-востоке Китая. В прошлом веке был центром тяжелой и легкой промышленности. С ним связаны 400 портов 180 стран мира. Возможность осуществлять огромные товарообороты делает Тяньцзинь привлекательным для предпринимателей. Считается, что здесь самая красивая в Китае речная набережная. А еще в национальном компьютерном центре стоит самый быстрый компьютер в мире. С середины 19 века сюда прибыло много иностранцев. Поэтому в городе можно увидеть множество христианских храмов и построек в европейском стиле. Добраться до Тяньцзинь можно любым видом транспорта. Самым удобным и недорогим является высокоскоростной поезд, соединяющийся с Пекином. И снова Австралия, город Мельбурн. 9992 квадратных километра. Вот такой же у нас список сегодня. Китай, Австралия, Китай, Австралия, Китай, Австралия. Но подождите, на закусочку я вам оставил один город, которого в списке вы точно не ждете. Итак, Мельбурн, столица штата Виктория и второй по величине город Австралии, является многонациональным. Численность составляет около 5 миллионов человек. Первое, что впечатляет туристов, это сочетание современной викторианской архитектуры 19 века, старинные особняки рядом с небоскребами, а второе, многочисленные парки и сады, пляжи залива Порт-Филипп. Всего за 170 лет Мельбурн из неприметной деревни вырос до развитого города-континента. Мегаполис считается еще и спортивным центром Австралии. Здесь регулярно принимают мировые чемпионаты по крикету, регби и мотоспорту. Также возведена автотрасса, где проходит чемпионат мира Формулы-1 и теннисные турниры. Каждый год жители Мельбурна проводят латиноамериканские, греческие, польские, малазийские, индийские, немецкие, китайские и другие фестивали и праздники. Ну и, наконец, номер 10. Киншаса, Конго. 9965 квадратных километров. Киншаса – столица Демократической Республики Конго. Расположена на реке Конго. До 1966 года город назывался Леопольдвилен. Это второй по численности населения город Африки после Лагоса. В нем проживает около 10 миллионов человек. Город стал первым судоходным портом на реке Конго, что способствовало его процветанию. Уровень жизни в Киншасе очень низок. Из-за этого большие проблемы с преступностью. Железная дорога Киншаса связана с многими регионами страны и зарубежьем. Аэропорт Джили является крупнейшим среди четырех международных аэропортов Республики Конго. В городе есть текстильная, пищевая, химическая промышленность, машиностроение и металлообработки, мото- и велозаводы, судостроение, судоремонт, деревообработка, производство стройматериалов. На этом мы заканчиваем о самых крупных городах планеты по площади. И если вам интересно также посмотреть видео о самых маленьких странах мира, ссылочку ставлю в описании к данному видео. Пока, друзья, подписка, лайк, комментарий. Увидимся в следующих выпусках.